Всем привет! Сегодня блогеры живого журнала горячо обсуждают прекрасную акцию колясечников, которые пытаются в Москве жить обычной жизнью, дикий погром в Челябинском Миасе и, конечно, просто феерическое интервью, которое Владимир Путин дал, крутя баранку своей желтой лады калины. Привет, меня зовут Йелла Репортер и я сегодня вам расскажу о том, что творилось в блогах. Главная новость дня — это трагические события в Миасе. Вчера на участников рок-фестиваля «Торнадо» в городе Миасе Челябинской области напало сотни агрессивно настроенных молодых людей, «Пострадавшие есть, погибших, к счастью, нет». История мутная. То нападение связали с политикой, мол, это разборки местных кандидатов в депутаты, то, оказывается, это владелец местный шашлычный, обиделся на участников фестиваля. Этой новости официальные СМИ посвятили 466 материалов, а блогеры живого журнала написали сегодня целых 867 постов. Мнения у блогеров, как всегда, разные. Кто-то пишет, не раздувайте из мухи слона, молодежь дралась и будет драться. Был бы повод, а повод они всегда найдут. Когда же еще подраться, как не в молодости? Плохо, если есть жертвы, но эта забава иногда этим чревата. Поверьте мне, и японцы дерутся в своих компаниях не меньше, тоже иногда до смерти. Другой отвечает, была такая организация УБОП, Управление по борьбе с организованной преступностью. Потом вся организованная преступность плавно слилась с вертикалью власти, АУБОП реорганизовали в отделы Э, отделы по борьбе с экстремизмом. При этом под экстремизмом понимаются разборки в благосфере и выступления несогласных на триумфальный. Но нет, заключает другой блогер, обществу по-прежнему больше всех угрожают геоактивисты. Кстати, пользователи живого журнала даже написали про побоище в блог Дмитрию Медведеву. Реакции пока неизвестно. Блогер Лазарева Татка. Телеведущая, актриса Татьяна Лазарева, приняла участие в необычной акции. Вместе с группой людей попыталась провести на инвалидной коляске несколько часов из жизни обычного человека. И рассказала об этом у себя в блоге. Цитата. Все про инвалидов понятно. Никому они нафиг не нужны. Никто о них не думает. Ничего для них специального не делают. Ну, то, что есть, если даже в целях безопасности граждан отгораживается участок тротуара, над которым в доме проходят высотные работы, то никому даже в голову не приходит сделать пандусный объезд этого участка. Да и просто никому не приходит в голову. Меня главным образом расстроила мысль, что мы все равно валим все с больной головы на еще более больную. Потому что это не у каждого из нас в голове. Отсутствие сопряживания к близкому. В России выдают коляски китайские, самые дешевые, очень тяжелые, которые приходят в негодность через полгода. И это в лучшем случае. Ремонт не предусматривается. Следующую коляску выдадут только лет через пять, если, конечно, ты еще захочешь настолько прожить в мире, где тебе не рады. И ей отвечают пользователи. Буквально две недели назад с изумлением рассматривала туалет для таких инвалидов в аэропорту города Белграда. Очень просторная кабинка, есть место и заехать, и развернуться. Ручки такие, ручки сякие, низкий умывальник и так далее. Не такая уж и богатая страна, а все сделано по-человечески. У нас, даже если и сделают такой туалет в здании, то забудут про пандусы перед ним. Ей отвечают. Охранник при входе в церковь, это, наверное, только в России. А блогер Олег Козырев видел Лазареву Татку в действии. Вот что он пишет. Татьяна Лазарева не выдерживала, вскакивала и пыталась проламывать барьеры разного рода людей, стоявших у входов то в музей, то в храмы. Молодец. Сегодня Владимир Путин снова невыразимо потряс блогеров. Он дал невероятно удивительное интервью, крутя баранку своей желтой лады калины. Особенно пользователю живого журнала приглянулось восклицание премьер-министра о том, что про ремонт Триумфальной площади он вообще-то не в курсе. Цитата. Вот в Лондоне определили место, где нельзя, бьют дубинкой по башке. Нельзя, пришел, получи, тебя отоварили. И никто не возмущается. Реакция пользователей живого журнала была разнообразной. Но в основном опять ругают Путина. Тут, конечно, вранье на вранье, пишет пользователь Доброхотов. Колесников абсолютно правильно не поверил, что питерец Путин не знает Шевчука. Другой пользователь отвечает. Да у нас, о чем Владимир Владимировича не спроси, он все или не в курсе, или уже не помнит, или так до сих пор и не понял. Одно лишь знает четко. Получите по башке дубинкой. Вот такой у нас таксист. Другой блогер говорит. Колесников понравился. Спасибо. Профессиональная работа. Попытался раскрыть личность руководителя в стране. Насколько удалось судить нам, читателям. К своему разочарованию я увидел в лице премьера кошмарно уставшего человека с галеры, испытавшего отдых от механического вращения рулевого колеса. А вот журналист Максим Каноненко, мистер Паркер, в своем блоге написал. Теперь я жду, не дождусь выборов 2012 года, чтобы пойти проголосовать за Путина. Так это или нет, мы сейчас узнаем, прямо сейчас узнаем. Алло, Максим. Да, здравствуйте. Максим, привет, это я, Йелло Репортер. Привет. Да, Максим, скажи, пожалуйста, ты прочитал интервью? Ну, я прочитал из него куски, вот те самые яркие, которые везде тиражируются сегодня. А само большое интервью я не читал. Ну, тебе понравилось то, что цитируют? Ну, не то, что понравилось, не понравилось, это совершенно ожидаемые слова Путина. Вот, Путин предстал в этом, в этих кусочках, которые я видел, ровно таким, каким я его себе всегда и представлял. Собственно, почему это так и похоже на проект Владимира Владимировича? Ровно потому, что я Путина себе вот таким вот и представлял, он действительно такой и есть. А скажи, пожалуйста, ты правда будешь за него голосовать, как написал в своем блоге? Не знаю, я ни разу не голосовал за Путина, ни в первый раз, ни во второй. В первый раз я как бы не мог позволить себе голосовать за человека, про которого я ничего не знаю. Во второй раз мне казалось, что существует в обществе согласие, да, пусть будет Путин. И как бы уже обеспечением нужного результата должна была заботиться администрация президента. Я считал, что ненужным ходить, потому что и так все ясно. Сейчас бы я проголосовал за Путина, потому что мне, честно говоря, президентство Медведева не нравится. Я хочу, чтобы Путин вернулся. Мне при нем было комфортнее и понятнее. Я многие действия Медведева не понимаю. А своим этим законом о нуле промилле он меня вообще убил, честно говоря. Максим, скажи, пожалуйста, если это интервью рассматривать как пиар-шаг, он удался? Это безусловно пиар-шаг, он безусловно удался. Вообще, вот этим летом мы как бы... Может быть, это потому летом и делается, что в качестве эксперимента. Но мы наблюдаем пиарный поединок между Медведевым и Путиным. И они играют на совершенно разной аудитории. Значит, Медведев едет в Apple, а Путин едет, значит, на мотоцикле к байкерам в это же время. И, значит, вот такое вот противостояние, как бы один отсылается к интеллигенции, другой отсылается к простым людям. Мне кажется, оно делается намеренно с тем, чтобы посмотреть потом на цифры, что выгоднее, что вероятнее. И поскольку я без всяких цифр знаю, что как бы тактика Путина, нынешняя пиарная, она более выигрышна, то я как бы более чем уверен, что Путин будет следующим президентом. Все, хорошо, спасибо большое, Максим. Пока, да. С нами был на связи Максим Кононенко, мистер Паркер в ЖЖ, который рассказал о том, что думает об интервью Владимира Путина и кто станет следующим нашим президентом. А ЖЖ, юзер Доброхотов, председатель движения «Мы», считает, что в этом интервью все сплошное вранье. И мы сейчас как раз свяжемся с Романом. Роман, привет, ты здесь? Да, добрый день. Да, Роман, привет. Как тебе интервью? На мой взгляд, Путин оказался здесь заложником своей собственной пиар-стратегии многолетней, когда он пытался убедить нас, россиян, в том, что он знает абсолютно все, что происходит в России. До каждой последней копеечки у него все посчитано, до каждого последнего кирпичика он любит блистать цифрами в эфире Первого канала. И тут вдруг оказывается, что он, когда его начинают спрашивать нормальные журналисты в лице Андрея Колесникова, не знает абсолютно ничего ни о втором деле Михаила Ходорковского, ни об оппозиционных митингах. Ну, в общем, о чем его не спрашивают, то он отвечает на голубом глазу, что он вообще первый раз об этом слышит, то о том, что вот ему уже докладывали, но ничего с этим не может поделать, поскольку все от него не зависит в этой стране. И он просто, ну, знаете, делал из себя такого какого-то, что ли, то ли дурачка, то ли какого-то, не знаю, юродивого сына Ивана Грозного, которому, знаете, вот первому сыну там хотели оставить царствование, потому что он такой неполноценный, что им можно манипулировать. Вот он из себя строил вот такого вот несчастного, неполноценного. Понятно. Ром, а скажи, тебе что-нибудь понравилось в этом интервью? Ну, мне понравились вопросы Андрея Колесникова, которые, мне кажется, были поставлены так, что от них невозможно было отделаться общими пиар-фразами, когда Путин пытался это сделать, а он часто пытался это сделать. Это вообще его манера. Обычно он дает два абсолютно противоположных тезиса в каждом ответе, связанные вот с идеологией, с политикой. И он, например, если его там спрашивают что-нибудь о свободе слова, он обязательно скажет, что она необходима в каждом демократическом обществе, он будет за нее бороться. И одновременно скажет, что вот излишняя свобода слова приводит к хаосу, анархии, поэтому здесь нужно ее ограничивать и так далее. Вот обязательно должно быть два противоречивых тезиса, чтобы либеральный и консервативный лагерь оба чувствовали, что Путин на их стороне. Вот Колесников так поставил конкретно вопросы и повторял их иногда несколько раз, что Путину приходилось отвечать на них нераспуточными фразами. Рома, спасибо тебе огромное. С нами общался Роман, читайте его живой дневник, который называется Доброхотов. И Рома не поверил ни единому слову нашего премьера. А на этом все самое интересное сегодня в блогах у нас закончилось. Ждите нас завтра. С вами был Yellow Reporter. Продолжение следует...